всех приветствую продолжаем рассматривать картины и описание этих картин черешня картина советского живописца народного художника СССР Евсея Евсеевича Моисеенко 1969 год холст масла 187 на 275 написанное в 1969 году полотно черешня стало своеобразным философским эссе о добре и зле на войне и одним из самых известных его произведений 23 апреля 1974 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР о присуждении Ленинской премии в области литературы, искусства и архитектуры 1974 года художнику присвоена Ленинская премия за цикл картин эскизы картины Моисеенко начал выполнять с 1967 года художник написал несколько вариантов картины от окончательного работала ровно год впервые полотно было представлено в Москве на крупнейшей выставке изобразительное искусство Ленинграда в 1976 году сейчас она находится в собрании государственного русского музея для своего сюжета художник выбирает самый мирный даже идиллический на первый взгляд эпизод бойцы словно забыли о всегда близкой смерти в их руках не шашки, а спелые ягоды черешни художник разместил главных героев на вершине холма и разделил композицию на отдельные сцены с определенным содержанием так искусно, что совершенно не ощущается переход от внешнего описания к лирическому размышлению в круговом расположении фигур безмолвная связь, круг дружбы они еще совсем молоды, старшему не более 20, но в их лицах мы видим твердость и мужество передний и задний план поставлены в различные временные ситуации в сжатом пространстве дальнего плана виднеется мирная жизнь городов и сел она принадлежит времени мечтательных помыслов бойцов сам автор объяснял свой замысел вот так тишина, пауза, может в полдень там за холмом они полягут в эту ласковую траву это мечтатели с чистой душой и великой идеей вот такое описание нашел в интернете к работе Евсея Евсеича Моисеенко работа называется Черешня она написана в 1969 году находится в Русском музее в Петербурге пока-пока, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова